друзья всем привет меня зовут анна я рада приветствовать вас на моем канале вообще к сегодняшнему видео все пошло не так во первых меня подставили все доставки которые только возможно самую драматичную историю об этом вы можете прочитать у меня в телеграм-канале я там прям люто негоду и изверствую по этому поводу но я не из тех людей которые останавливаются перед трудностями поэтому видео сегодняшнее должно было быть и она есть цитаты великих сегодняшнее видео наверное получится такой второй частью весенних образов это будет тоже холл конечно же тоже посвященный русским брендам в нем мы поговорим о некоторых нестандартных для меня решениях одной из них вы уже можете видеть нечто совсем непривычное необычное но при этом безумно крутой на мой взгляд познакомимся с еще одним брендом помимо нам всем известные мои обожаемые ушата вы поговорим о стилизациях на более теплую погоду и немножечко зайдем на территорию верхней одежды отдельное видео про верхнюю одежду на весну у нас обязательно будет а пока присаживайтесь поудобнее и давайте начинать итак новый бренд с которым мы с вами будем знакомиться хотя немножечко о нем уже говорили в видео о том что меня сформировало это бренд из екатеринбурга и клата я долго искала себе брюки широкие палаца длинные как вы можете помнить и в прошлом видео я как раз про них рассказывала что вот глаз на них положила и к счастью я нашла их в московском концепт-сторе вис-вис направлено я отправилась туда за ними но пока я примеряла напала на меня тут еще одна красота который вы можете видеть сейчас на мне это белый пиджак с очень сильно увеличенной линии плеча удлиненный я там же вис-вис примерила брошь цветок знаю что тема такая сейчас достаточно в тренде но ребята цены на них задирают конечно просто капец я сделала ее из платья и чем дем который купил рублей за 300 когда ячик у нас закрывался ни разу не надела но она мне послужил прекрасную службу я думаю что я еще манжет из этой ткани сделала собственно вокруг этого белого пиджака сегодня будет построено немалое количество образов давайте посмотрим на первую из них ну больше части на самом деле уже рассказала и так здесь снова мои фавориты мои любимые вот форты и коника качестве пиджака платье используя этот белый пиджак и клата мне еще очень нравится что у него контрастные черные пуговицы как по центру так и на лацканах благодаря чему мне проще вот эту вот динамику и высокую опять контрастность до поддерживать прикрепляю на пиджак макси брошь уверен что весной буду носить не переносить ничего потому что нереально кайфую от себя днем а а а Продолжение следует... Там же, в этом концепт-сторе, я заприметила шапку-пилотку, шапку-пирожок, шапку-брежнева, шапку-гоголя, шапку-москвичку. У нее миллион названий, и она была классная, но мне хотелось, чтобы она была более жесткой, держащей формы. Я сначала перешерстила Авито, но там срам был полный, и вспомнила про бренд. Мы с вами с ним ознакомились в зимних аутфитах. Это бренд Фетр Сибири, где я покупала свою широкополую шляпу. Я посмотрела, что у них за прелести еще есть, и, конечно же, я ее нашла. Давайте познакомимся. Вот такая прелестница. Шапка-пилотка-пирожок. Из стопроцентного фетра, это стопроцентная шерсть. Вещь абсолютно бесполезная в практическом смысле. А это что значит? Что мы ее хватаем и бежим. А еще я, кстати, замечаю, что на меня очень большое влияние оказывают события, в первую очередь культурные, которые я посещаю, в которых участвую. И вот мы ходили с Пашей на выставку в музей Москвы «Дом моделей». Я тоже писала про это в Телеграме. Очень рекомендую сходить, чтобы очароваться модой советской. В ней действительно было чем очаровываться. И разочароваться тем, как это все воплощалось в жизни. Но эстетикой я все равно вдохновилась, и мне очень сильно нужно было добавить этого винтажного лоска сюда. Собственно, второй образ я построила, используя ее в качестве основного акцента. А база у нас остается прежней. Это ватфор Теаконика, белый массивный пиджак. Я добавляю сюда эту пилотку и микросумку. Сумка нефункциональная настолько же, насколько нефункциональна вот эта шапка. Это то, что надо. Просто вышел, чтобы быть красивым. Субтитры сделал DimaTorzok Следующий образ мы продолжаем строить вокруг белого пиджака. Помните, в прошлом видео в холлу Шатава я показывала платье-комбинацию? Я вообще забыла интерпретацию одну показать, когда я надеваю ее задом наперед. Это очень красиво, потому что получается такой макси-разрез спереди. Ну и здесь я это нивелирую. Я использую этот белый пиджак нараспашку. Макси-комбинация. Так как у нас высокий разрез, мы можем поиграть с колготками, например. Здесь я буду использовать колготки в горошек. Массивные полуботинки Джайни Рэнди. Ну смотрите, вот получается очень какой-то такой торжественный образ. Несмотря на то, что колготки в горошек дают сюда немного такого рок-н-ролла, я хотела сначала добавить макси-сумку, но потом подумала, что нет, я лучше надену сюда урбанистические очки, которые достаточно сильно контрастируют с такой классической, более структурой образа. И добавлю микросумку, потому что она, как мы помним, красивая и бесполезная. Собственно, брюки. С чего все вообще начиналось? Это идеальные брюки палаццо на высокой талии. Да, я знаю, что сейчас заниженная талия входит в тренд, что это дает больше ощущения расслабленности, какого-то такого ненавязчивого шика, но мне не нравится. Я нашла эти брюки, как и рассчитывала, в эклате. Они с защипами, с прекрасным составом. Натуральная шерсть, но при этом они достаточно тонкие. И в них будет комфортно в погоду до, не знаю, 20, наверное, градусов, может быть, даже немного выше. И тут у меня возникает сложность с обувью. Вообще, для меня сочетание брюк и обуви – это трэш какой-то. Мне это очень тяжело дается по нескольким причинам. Ну, мы смотрим, да, что у нас очень такой классический торжественный верх в пиджак. Брюки палаццо со стрелкой и защипами – это тоже достаточно в торжественную коннотацию ходит. Значит, нужно чем-то упрощать низ. Первое, что приходит на ум – это, конечно же, спортивные обуви, кроссовки, кеды. Ну вот в чем незадача. Я много-много раз уже пыталась зайти на территорию спортивной обуви, и когда я купила эти брюки, я заказывала себе разные кеды, просто кроссовки. Мне не нравится. Это вот, ну, не про меня совершенно. Поэтому, чтобы этот образ нивелировать, мы надеваем что-нибудь максимально уродливое. Паша, можешь мне принести уродливые мохнатые тапки из чемодана? Тапки, мохнатки. Кто присутствовал в моей блогерской карьере еще со времен Инстаграма, они помнят, что в видео про обувь, в старом видео про обувь я их уже показывала, это тапки из H&M. Конечно, это не то, что можно сейчас носить на улицу, да и в принципе. Но у меня пока, к сожалению, в гардеробе нет ничего такого же уродливого. Но вот честно, я так пораскидывала мозгами и глазами, и я понимаю, что скорее я под этот образ надену кроксы, чем... Паша не слышит, к счастью. Чем кеды или кроссовки. Так что ждите вскоре... Наушник не надевает. Говорю кроксы. Вот, так что ждите в Инстаграме, а потом и в следующих видео у меня красующийся в платье и кроксах. Ничего себе. Ну это уродливо. Добавляем сумку Asking в качестве, наверное, единственного акцента. И вот такой вот расслабленно домашний шикарный образ у нас получается. И вот так вот, так что вкусно. И вот так как я взялся в панциз. И вот так вот, так вот. И вот так вот, так вот, так вот, так вот и оставляем. Что можно сделать еще? Цветок в рожь, как вы можете видеть, у него здесь еще есть длинные-длинные шнурки, которые нужны не только для того, чтобы самоубиваться в метро, как все мои длинные одежды и длинные аксессуары, но в том числе и для того, чтобы носить его в варианте чокера. Мне тоже очень нравится такая стилизация, давайте посмотрим, как это будет выглядеть вместе. Я надеваю к тому же образу чокер-цветок, убираю отсюда сумку Asking и надеваю очки. Мне кажется, очень крутой такой, знаете, пьяница-философ с Ман Мартра утром. Мы на станции метро Семеновская. Черный. Куда мы без этого? Если у нас есть черные брюки, у нас должен быть черный брючный костюм. Естественно. Так что мы передаем привет моей любимой Ушатаве. Снова возвращаемся к гипертрофированному пиджаку оверфит из прошлого видео. И используем его здесь вместе с брюками Эклата в качестве костюма. Я добавляю вниз белые лоферы Эконика. Я не ожидала, что они будут настолько круто смотреться с брюками. Вот просто я влюблена в то, как это выглядит. Очень объемно, при этом акцентно. Короче, красота нереальная. Сейчас вот чуть-чуть снег стает, чтобы вот этого вот грязи слишком сильно не было. И можно было хотя бы два шага в белую обувь пройти, не превратив ее в черную. И вылезать из них просто не буду. Чтобы как-то поддержать белую обувь, я добавляю очки в белое оправе. Но так как у нас здесь полностью гипертрофированного оверсайз, я его еще больше утрирую и докручиваю. Сумкой бренда Arnie Pratt и то, что я не могу произнести из четырех букв. Такой он, знаете, hello, Demna. С дизайном Wildberries по цене акронима. Без понтовых сумовских шмоток с дизайном Wildberries и ценой акронима. Дизайном Wildberries по цене акронима. Еще одна неожиданная вещь, которая появилась в моем гардеробе, это белая майка. Но она, конечно, тоже у нас такая. С приветом. Это майка с подтяжками, которая имитирует корсет, пожалуй, корсет. И у нас в этот раз абсолютный масс-маркет, это Love Republic. Не люблю этот бренд, мне нравятся их качества, но это отличная хлопковая футболка. Кроме того, я такого дизайна, кроме них, пока ни у кого не встречала. Я добавляю черную брошь-цветок. Она сливается по цвету с костюмом, но при этом отличается фактурой. И я просто не могу не показать, как выглядит этот образ без пиджака. Конечно, это уже привет лето, но, блин, это очень красивая, обтекаемая такая силуэтная история получается. Ну и как не светануть своей красивой татуировкой, правда? Правда? Субтитры сделал DimaTorzok Еще один образ, который мне хочется показать, потому что я познакомилась с чудесной девушкой, она дизайнер. Я приобрела у нее брошь очень авангардную, очень сложную и, на мой взгляд, очень красивую. Это вот такая белая брошь с жемчугом, обычным, барочным и с длинными, как Паша сказал, макаронинами. Я сочетаю ее с пиджаком оверсайз, надеваю под низ рукава, не рукава, топ с пиджачными рукавами от Ушатава, и все вместе это получается таким, знаете, немного театральным, экзальтированным, струящимся. Это очень красивый образ. Я в нем чувствую себя неподражаемо. Это абсолютно про меня. Мы тут и в готику немножечко привет, и в какое-то авангардное искусство. Я думаю, что в ближайшее время в моем гардеробе очень много будет откликаться именно вот таких вот неклассических, нестандартных форм, и мне становится очень интересен DIY, как брошь, которую я сама создала, как брошь, которую я приобрела у этой девушки-дизайнера. Мне кажется, я потихоньку начинаю идти по истории большего усложнения в деталях и элементах. Давайте посмотрим на то, как этот образ выглядит вместе. Вообще, на самом деле, мне кажется, что вот к нему я бы очень хотела добавить другую обувь, но так как все доставки меня кинули, у меня должны были прийти... Паш, закрой ушки. Ушки закрой. Мне должны были прийти в отфорты коника казаками такими. Блин, естественно, но... Я недовольна. Но зато будет что показать в следующем видео. Вот. Ты все слышал? Ну, они там по хорошей скидке были. Может, мне вообще ничего не подойдут? Скоро? Не подойдут еще. И главный персонаж по размеру, цене и вообще нашего сегодняшнего видео – это тренч Ушатава. Я что-то в прошлом году как-то его прозевала, естественно, начала кусать локти, поэтому он стал дороже сильно. Но сколько бы я ни пыталась с верхней одеждой попробовать с другими брендами, все дороги ведут меня к Ушатаву. Давайте на него посмотрим, потому что это, блин, на это произведение искусства. Я думаю, кто следит за Ушатавой, помнит его из предыдущих коллекций, из предыдущей. Это, по-моему, был... О, господи, как еще называлось это? Униформс. Мне кажется, излишне что-то о нем говорить. Лучше просто его сразу показать. С огромным количеством стилизации его воротника, стилизации с аксессуарами. Абсолютно все образы, которые я сегодня показываю, они прекрасно ложатся под этот тренч. Мы можем докручивать белую обувь, например, белым платком, завязанным на погоне. Мы можем надеть нашу шапку-пирожок, ботфорты. И у нас получается очень такой ретро-милитарий образ. Особенно, если это будут остроносы и казаки. М, божечки. Мы можем уйти немного в Йоджи Ямамото. Если мы, скажем, один из погонов отстегнем, он будет у нас более такой вальяжный, расслабленный. Если мы наденем массивные полуботинки вниз и добавим сюда уродливую шляпку, которая как раз вот в такой вот очень японской тематике. Ну, куда-то в сторону, да, не только Йоджи, но, наверное, и Ком де Гарсон в том числе. В общем, у этого тренча огромное количество стилизаций. Я очень жду следующую неделю. Наверное, когда это видео выйдет, это уже будет текущая неделя. Потому что там плюс семь, плюс восемь. Красота. И я щеголять в нем буду. Смотрите все. Продолжение следует... 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 Спасибо, что вы есть... Я по-прежнему очень благодарна за внимание, за доверие... Всех люблю... Всем пока! Спикинг... Комплит... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...